В этом часе вновь говорим об инновационных решениях, стартап-проектах. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу программу. И, собственно, в начале, конечно, прежде чем мы будем говорить о вашем проекте, я поздравляю вас, всех ваших коллег, вашу команду с тем, что вы вошли в число победителей акселеризационной программы ОАО «РЖД». Ну, там список-то приличный, да, и там на начальном этапе было 500 заявок, 500 стартапов, из них там было отобрано где-то порядка 150, и только вот, по-моему, 21 был включен уже в саму программу. И только 7, всегда 7 победителей. Вот вы в их числе. Вы предложили свое решение, оно связано со складскими помещениями, это некий какой-то новый подход автоматизации. Расскажите об этом. Ну, это не совсем новый подход, это речь идет о том, что необходимо в режиме реального времени управлять складскими операциями, то есть на складах. То есть задача – это оптимизировать работу складов. Вот, собственно, такое решение мы предложили для «РЖД». Это в направлении логистика? Да, безусловно. На этапе, вот, когда вы подавали заявку, да, вообще откуда вы узнали об эксцелляционной программе? Как вы решили, что именно, ну, то есть это вот то направление рынка, куда стоит попробовать войти? Ну, у нас немножко такая необычная ситуация, потому что мы не являемся там таким стартапом именно, то есть мы достаточно уже там состоявшейся компанией, являемся там лидером автоматизации складской логистики, но мы все равно решили принять участие в этом мероприятии. Мы вообще мониторим вот такие инновационные программы у крупнейших корпораций в России, и, конечно же, «РЖД» мы точно так же отслеживали. Когда увидели такое мероприятие, то мы, конечно же, захотели в нем поучаствовать. Для нас это была такая очень хорошая возможность показать «РЖД» наши возможности, наш опыт, ну, потому что «РЖД» — это один из крупнейших вообще заказчиков в нашей стране, и, конечно, поработать с таким заказчиком — это очень интересно и очень полезно. Ну, однозначно, здесь вам будут поставлены совершенно иные задачи, и здесь вы столкнетесь, ну, с рядом и сложностей, и будете преодолевать какие-то новые задачи, да, это понятно? Да, это действительно так. Для нас это тоже интересно, чтобы проверить нашу гибкость и наши подходы для того, чтобы решить нетрадиционные, нестандартные задачи, которые будут перед нами стоять. Когда вы уже вошли, скажем так, в этот шорт-лист участников, что вы испытали, и как вы уже подумали, что вы почесали голову и сказали, что «О, куда мы пошли?», потому что это очень глобально и масштабно. Или, наоборот, вы обрадовались и мобилизовались? Мы, безусловно, очень обрадовались. Для нас, на самом деле, это большая честь, что один из крупнейших заказчиков нашей страны выбрал наше решение для того, чтобы мы отпилотировались в одном из важнейших процессов, которые есть внутри РЖД. Поэтому, безусловно, это для нас очень хорошая, радостная новость, и мы будем прикладывать, конечно, все силы для того, чтобы дать тот результат, на который сейчас РЖД рассчитывает при работе с нами. У всех участников акселляционной программы есть, скажем так, кураторы или ключевые подразделения в компании «Российские железные дороги», с которыми они начинают эту работу и дальше уже впоследствии, если становятся победителями, ее ведут и реализовывают. То есть уже когда стартап становится не стартапом, а полноценным проектом. В данном случае с какими подразделениями вы сотрудничаете? Мы работаем с центральной дирекцией закупок снабжения РЖД, то есть именно с этим подразделением, в виде которого находится огромное количество различных складов снабжения, и там был выбран один из, то есть пилотный объект, пилотный склад, в рамках которого мы должны будем сделать проект, и если он будет признан успешным, то уже для дальнейшего на основе этого пилотного проекта будет подготовлено решение для тиражирования на другие складские объекты данной дирекции. — Является это секретной информацией? Где вы будете делать апробацию? — Ну, они там, один из складов, их на самом деле очень много. Выбрали не самый простой, то есть как бы такой средний даже, там может быть чуть выше среднего, и соответственно в рамках этого проекта и будем делать. — Территориально, это Московская область? — Да, это Московский регион, да. Ну, здесь это будет удобнее, чтобы дальше по дальнейшему тиражировать, а потом на другие площадки. — Ваша компания, она Московская? — Ну, у нас центральный офис Москвы, хотя у нас есть ресурсные центры в других городах, там это и Киров. Это и Санкт-Петербург, и Красноярск. — Но это важно, если все-таки проект себя зарекомендует, то в дальнейшем есть возможность и также подключаться к сети РЖД, уже непосредственно находясь в ваших подразделениях. — Ну, мы работаем вот и сейчас там от Камчатки до Калининграда, ну и также в других еще странах и бывших Советского Союза и дальнего зарубежья. Вот, поэтому нам не привыкать к тому, чтобы делать вот такие, работать в компаниях территориально распределенных, соответственно, где надо будет одновременно делать там 5-10 складов. То есть у нас опыт такой есть, я надеюсь, как раз этот опыт тоже будет востребован в РЖД. — Финалом всегда считается тот самый демонстрационный день, да? Как ваша, не знаю, там презентация, защита вашего проекта была организована? — Ну, во-первых, для нас, что еще было новое? Очень короткий, то есть мало времени дается. То есть необходимо вот в эти несколько минут, которые нам дается, ну там максимум дать информации для того, чтобы там комиссия могла сделать правильное решение. И вот эта вот подготовка, как сконцентрировать в этих несколько минут вот этот вот там тот месседж, тот посыл, который мы отправляли, это была такая интересная для задачи. Ну, там, судя по тому, что вот мы вошли в шорт-лист, да, там, и это в число этих семи компаний, наверное, нам все-таки удалось это сделать. Но было очень волнительно на самом-то деле. — На что вы делали там ставку? Ну, то есть, не знаю, там, кто-то делает, да, там, на энергосбережение, кто-то говорит о какой-то там окупаемости или там, да, прибыли или там бережливое производство выделяет. Вот у вас, на что вы делали в данном случае упор? — Мы делали на повышение эффективности, то есть снижение затрат. То есть необходимо постоянно работать над снижением затрат в логистике, это там, ну, ключевой момент, да, то у кого минимальные затраты, соответственно, тот и выигрывает. — Услуга будет там, да, дешевая. — Да, да, и, соответственно, мы, наша задача была дать заказчику тот инструмент, который позволит снизить затраты. Естественно, это в том числе и в дальнейшем вопрос окупаемости дальнейших инвестиций в проект, потому что они должны быть, конечно, безусловно окупаемы. То есть вообще цель таких проектов — это, конечно, снижение затрат. — Коротко там о самой сути, то есть что это за автоматизированные решения? — Значит, наша задача — управлять складскими процессами в режиме реального времени и оптимизировать эти процессы для того, чтобы снижать трудоемкость операции, снижать временные рамки операции, повышать их точность, качество, снижать потребность в складских площадях, снижать потребность в необходимом персонале. Это программно-аппаратный комплекс, который практически без участия человека управляет процессами склада, то есть в режиме реального времени. Ну, что дает еще дополнительный плюс, потому что можно понимать, мониторить ситуацию на складе, опять-таки в режиме реального времени, понимать, что там происходит. Вот, то есть цель как бы снижения затрат. То есть программно-аппаратный комплекс, он снижает эти затраты. — Есть монитор, на котором там тачскрин, да? — Специальные промышленные компьютеры, терминалы, которые есть у каждого сотрудника склада. Тут еще такой момент, что за последние два года стоимость зарплаты работников складов в нашей стране, ну, во многом, кстати, из-за пандемии, которая последние два года идет, привела к существенному росту спроса на такого рода персонал. Рост зарплат очень высокий. И, соответственно, там, себестоимость грузообработки, она растет. То есть наша задача снижать, во-первых, требования количества этого персонала и, скажем, требования квалификации. То есть чем ниже квалификация, тем, на самом деле, ниже его уровень заработной платы. — Что дальше? Сейчас уже у вас начинается вот та самореализация. Сейчас, я так понимаю, вы обсуждаете или уже, может быть, наметили некий план ваших действий? — Да, сейчас уже уточняются рамки проекта, уже делается план-график проекта, и мы готовимся уже к старту. То есть мы будем там прорабатывать процессы, дальше настраивать продукт, программный продукт, который будет использоваться для данного проекта, так, селот ВМС, X5. То есть параметрически настраиваем продукт, там много нужно всяких галочек расставить, чтобы работал. То есть мы будем выносить туда топологию, те процессы, которые есть на складе, дальнейшем, там, интегрировать с корпоративной ERP-системой, обучать персонал вне зависимости, обучать персонал надо, он должен уметь с этим работать. Ну и дальше запускать уже в промышленную эксплуатацию и смотреть, как это все происходит. И, естественно, снимать показатели, было до, стало после, соответственно, показывать ту эффективность, которую данный программный продукт принес компания. — Насколько ваша система, скажем так, с одной стороны автономна, с другой стороны открыта, то есть она интегрируется с подобными другими? — Ну, склад вообще это все-таки ведомый объект внутри компании, то есть он должен выполнять те задания, которые ему приходят от бизнеса. То есть он сам не может инициировать приемки, отгрузки товарно-материальных ценностей, это все идет по команде. Команды обычно идут из внешних систем. Причем здесь могут быть, как команды из ERP-систем, опять-таки эти склады снабжения, они работают в том числе в интересах других подразделений РЖД. Соответственно, команды принять ТМЦ, отгрузить ТМЦ, система их должна обработать и оптимальным образом исполнить. То есть цель вот в этом. — Ну что ж, вам успех в реализации этих целей и во взаимодействии с холдингом РЖД, и успешной апробации на пилотном полигоне. — Спасибо. Мы очень рассчитываем, приложим все, конечно, усилия для того, чтобы опыт был полезным и в дальнейшем продолжить уже сотрудничество с РЖД. Редактор субтитров А.Семкин